портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте нас можно смотреть на канале и нашем канале ютуба в телеграм канале и тонн тв вы можете оставлять свои комментарии мы с радостью их читаем ставьте лайки если наша работа вам нравится для того чтобы ее оценить есть кнопки спасибо и спонсорство меня зовут михаил горин сегодня на это он тв программа тема дня мой собеседник израильский политолог арик эльман арик приветствую вас добрый давайте начнем с события такого вот к нам приехал министр обороны сша это большое достаточно событие особенно в рамках военной кампании и вот на совместной конференции на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой галантом его спросили министр обороны сша о том какие есть ли существуют временные рамки войны в газе со стороны сша он ответил я здесь не для того чтобы устраивать дедлайн то есть не для того чтобы ограничивать эту военную кампанию но в противовес этому в сми утверждают что в беседе с бедемином натаньягу которая проходила закрытой и в ней участвовали члены узкого военного кабинета министр обороны сша призвал завершить военные действия в газе до конца января и вообще много публикаций в западной прессе о том что вот сша настоятельно просит израиль сворачивать военную кампанию в том виде в котором она существует переходить каким-то точным операциям и усилить гуманитарную составляющую того что происходит скажите пожалуйста это уже требование или это все еще рекомендации но скажем так соединенные штаты не хотят быть ситуация когда они публично там байден или представители администрации начинают выдвигать требования израиль сворачивать операции против камаза это политически крайне не выгодно потому что в этот момент это произойдет байден окажется под огнем республиканцев и от огонь будет продолжаться до самых выборов и мы конечно очень хотелось чтобы израиль уменьшил масштабы военной операции как бы по собственной инициативе и в этой связи вот эти вот все заявления они как бы этому направлены увеличение гуманитарных поставок постепенное возвращение населения в северную часть анклава переход к точечным операциям понимать что если точечные операции возможны когда у террористов нет развитой инфраструктуры тяжелого вооружения в противном случае точные операции превратятся в массовое убийство израильских солдат и тут ничего к сожалению не поделаешь поэтому в израиле мы слышали о том что на каком-то этапе возможно что будут создавать и вот анклавы которые с нашей точки зрения уже не представляют такой террористической опасности туда мы возвращать местное население но это тоже на самом деле встретил немало критику потому что сразу появились вопросы как это будет выглядеть такие вот очаги палестинского самоуправления посреди израильских танков и артиллерии это как-то очень странно поэтому пока надо понимать что в той ситуации в которой сейчас администрация байдена находится они не могут вслух выступать с требованием прекратить операцию более того надо сказать еще раз с принципиальной точки зрения нет разногласий между сша и израилем в том плане что главное что конечной целью этой операции уничтожения хамаса как военной политической структуры в газе потому что если кто-то в вашингтоне всерьез питает иллюзии о том что можно начать двигаться к мирному процессу там по крайней мере прекрасно понимает до этого реализма хватает что никакого мирного процесса не может быть пока хамас остается на арене поэтому я думаю что здесь меньше все таки аспект давления пока большее желание добиться от израиля каких-то шагов которые можно будет демонстрировать как уступки американскому американским усилием не столько надавить сколько убедить израиль в том что определенные вещи надо делать по-другому для того чтобы не терять международной поддержки мы так слышали кстати от байдена его печально знаменитом заявлении когда он выступая перед донорами заговорил вдруг о том что израиль без разбора бомбит гаду кстати все эти визиты они на и визит остина и заявление которые после этого последовали они призваны на самом деле завоировать это заявление байдена и показать что не это имел в виду на самом деле американцы действительно привыкли потому что близких президент делать заявление которое не совсем то что он имел ввиду он тоже он говорит но здесь это высказывание байдена несло израиля очень большой ущерб на международную пропагандистской арене американцы понимают что эта проблема делают то что они могут чтобы показать что их поддержка как минимум с принципиальной ценностной точки зрения остается неизменной ну и конечно же вот здесь не только для этого но и для того чтобы разрулить вопрос борьбы с хуситами с их наглым пиратством в красном море и адамского залива и вот действительно после консультации в израиле последовало это его заявление о создании международной коалиции частью которой израиль не является надо сказать и также саудовской аравии эмираты не являются ее частью потому что они смогли договориться о том кому они хотят помогать в емине а саудовцы вообще собирались подписывать с хуситами некое мирное соглашение нет буквально неделю назад поэтому тут как говорится в израиле говорят по этому поводу что эффективность этой коалиции она будет измеряться тем насколько они будут готовы действительно защищать корабли которые будут идти в израиль по красному морю если они будут эффективны то все равно то сказать как это называть если хуситы будут продолжать делать то что они делают тогда придется переходить к непосредственным мерам воздействия со стороны израиля тоже вам не напоминает эта ситуация январь девяносто первого года когда американско-арабская коалиция начала войну с ираком и первое и сюда полетели ракеты в израиль от саддама и шапира тогдашнюю премьер-министра держали американцы за руки чтобы он не вмешивался потому что иначе распадется вот эта вот коалиция да потом после того как шамир это требование выполнил благодарность его потащили на мадридскую конференцию надо сказать что да но тем не менее понятно что разница все-таки есть то есть если тогда в девяносто первом это угроза саддама воспринималась как что-то очень драматическое то сейчас скажем и в израиле тоже несмотря на повышение цен на морские перевозки не воспринимают эту угрозу хусидов как экзистенциальную да как угрозу критическую угрозу безопасности воспринимают как серьезную помеху как проблему но не как что-то что требует какого-то такого драматического ответа как по сравнению с хамасом или с хизбалу то есть понятно что у израиля тоже хусиды находится весьма на заднем в гости списка приоритетов если соединенные штаты хотят взять инициативу на себя израиль готов это сделать израильского руководства я не думаю что чувствует себя в ситуации когда после благодаря того что сша занялись созданием этой коалиции то потом нам надо быть с ними за что-то расплачиваться если что-то пошло понятно что скажем так общее участие сша в войне израиля против хамаса она может она тут конечно же чревато какими-то ожиданиями после того как война закончится но это уже дело будущего и это дело политической расстановки как в израиле так и в сами соединенных штатах еще одна проблема будущее газа то есть что будет на следующий день после хамаса здесь тоже судя по всему у нас большие противоречия с нашими партнерами у израиля по сути дела такой четкой позиции по этому поводу нет причем она каждый день достаточно противоречиво оценивается глава правительства то говорит что мы должны остаться там на какое-то время чтобы окончательно навести порядок то он заявляет что нет мы не будем там не находиться ни дня не будем ни за что отвечать мы не хотим быть снова оккупантами то есть плана у нас нет а планы партнеров нас вроде бы не устраивают не получится ли так что в отсутствие у нас четких планов по этому поводу нам навяжут тот что нам будет не выгоден но сказать что есть определенные разъяснения которые именно дни аду дал и на той пресс-конференции где вместе с ним находились и галант и ганс и как бы это было они не противоречили потом тому что сказал израиль не готов к тому чтобы палестинская автономия своей нынешней конфигурации получила газу в подарок после того как израильские солдаты проливают кровь чтобы ее очистить от хамаса и надо сказать что после первых трений сейчас американцы уже не поднимают этот вопрос так как они поднимали ранее хотя бы потому что опросы в самих соединенных штатах как ни странно поддерживает позицию нынешнего меньшинство во всех опросах хочет чтобы палестинская автономия в своем нынешнем формате получила доступ к сектору газа и больше гораздо больше остальные делятся напополам те кто говорит что израиль должен принять ответственность за газу вот вы сломали вам чинить есть те кто говорит что нет ответственность за газу нужно взять палестинцы но в формате какой-то к арабской коалиции или иной структуры в месяца умеренные арабские страны то есть здесь поэтому поле для маневра открыто с точки зрения на таньягу и мы не слышали возражений со стороны ганса и галанта важно в данный момент заблокировать любой вариант при котором палестинская автономия сегодня на структура которая может быть сотрудничать с израилем в борьбе с хамасом потому что я это выгодно тем не менее конечно не идеологически нет не возражает против терроризма выплачивать зарплаты и пособия террористам ничего не делает для того чтобы искоренить подстрекальство ненавистью собственной системе образования в общем ситуация такая непростая поэтому израиль не не будет интерес к израиля давать махмуду аббасу или того кто сменит в этой структуре контролировать газу единственный результат этого будет это то что они немедленно захотят разгласить везде там свое палестинское государство и потребовать всего мира признать потому что до тех пор пока они не контролировали газу совет безопасности он напомнить отвергал эти требования а теперь если мы газу вручим это будет сам по себе фактор который даст им такую возможность поэтому разногласий на самом деле меньше другое дело что американцы опять же у них же два этапа первый этап это кто будет восстанавливать газу второй этап как мы от этого момента перейдем к подвижению по маршруту двух государств вот тут уже начинаются настоящие проблемы потому что нынешняя коалиция израильский правый лагерь решительно отвергает такую перспективу и натаньялов в том числе привел там пример говоря о том что что он давать не готов он сказал лучше не согласимся с тем чтобы эта палестинская структура имела собственный потенциал вооруженный потенциал демилитаризована это настоящий суверенитет нет значит даже на этом уровне есть серьезная конфронтация теперь здесь мы приходим к вопросу который скажем часть американская более либеральная пресса поднимает там надеются что если по итогам войны из-за войны еще в ходе войны или сразу после нее будет смещен это откроет путь такой перестройки в израильском политическом истеблишменте кстати которой возникнет коалиция готова поддержать именно из-за шока 7 октября и понимание достижили там осознание того что управлять конфликтом с палестинцами нельзя будет готова на пойти на какие-то новые уступки для того чтобы только для того чтобы избавиться от палестинцев наконец завершить размежевание с ними окончательно и согласиться на создание этого палестинского государства это сценарий который 6 октября можно было называть фантастическим но мы понимаем что израильская политическая система израильское общество находится сейчас в не в стабильном состоянии и все сказать все кости в воздухе да и какими какими цифрами они упадут после того как завершится война после того как завершится политическая перестройка после станет ясно удастся ли на тониагу выжить на политической арене или придет свою карьеру завершить все это создает атмосферу неизвестности никто не может сказать что такой сценарий невероятен ну давайте тогда раз уж мы затронули эту тему поговорим о внутренней политике вот согласно опросу 12 канала если бы выборы проходили 19 декабря этот день когда мы с вами сейчас разговариваем государственный лагерь партия блок точнее возглавляемый бенни гансом который сегодня член коалиции стала бы крупнейшей в израиле и набрала бы 37 мандатов партия ликуд во главе с премьер-министром бенемина ты нягу вдвое меньше 18 мандатов есть и другие цифры и я не буду их приводить потому что нас интересует эти вот единственно что замечу только заострю внимание еще на одном пункте если бы потребовалось выбирать между даты нягу и гансом на пост премьер-министра то 45 процентов опрошенных предпочли бы ганса и лишь двадцать семь процентов на ты нягу у меня к вам вопрос такой как вы считаете будет ли на ты нягу пытаться бороться за власть то есть пытаться снова баллотироваться вместе во главу своей по по голове своей партии чтобы руководить страной или он понимает что его ждет политический крах еще худше чем сегодня и вот что вот что попрошу вас прокомментировать есть две партии ешатит и есть партия индии они обе заняли позицию что они не как бы не входят в этот узкий военный кабинет не входят в правительство и заняли вот такую позицию тем и у одного я имею ввиду ешатит популярность упала а у другого у партии у партии нды и авигдора либермана выросла почему но на самом деле объяснение достаточно простое потом и она откроется в том что было до того либерман был одним из немногих израильских политиков которые действительно постоянно стабильно выступал против вот этого израильского консенсуса о том что хамас можно сдержать что с хамасом можно найти какой-то модус ревенди что экономические методы позволят скажем так заставить террористов успокоиться и вот это вот вся концепция которая в конечном итоге привела к 7 октября поэтому либерман конечно же не устает об этом более того не только он один скажем даже его политические противники такие как тот же и тамар бенгвир вслух говорят о том что его позиция была правильной и чтобы и они поддерживают присоединение к кабинету для того чтобы раздавался какой-то голос не похожий на все остальные поэтому понятно что в этой атмосфере либерман конечно же выиграл что касается лапидо у него проблема другая лапид отказавшись вступить в эту коалицию с одной стороны конечно поступил с парламентской точки зрения правильно да мы все как израильтянам должны быть заинтересованы в том чтобы крупная сианистская партия возглавляла оппозицию но с практической точки зрения израильтянек почему не почему бениган используется такой популярностью потому что он такой умный красивый или что его позиция по газе и хамасу была правильная нет бениган был точно таким же архитектором этой концепции как и все остальные и те кто помнят его роль в качестве начальника генерального штаба операции нерушимая скала в 2014 году когда он был одним из тех кто активнее всего продвигал перемирия практически можно быстрее если не любой ценой это помнит но ганс сегодня воспринимается как некий символ консенсуса человек который готов отказаться от любых своих политических амбиций ради интересов всей страны и вот это израильский избиратель центрист и частично даже правый готов вознаграждать тут надо подчеркнуть что вот этот вот разрыв вопросов он связан не только не с тем что огромное количество ликудников предположите кто голосовал за антониагу ликуд в ноябре прошлого года перешли сейчас на сторону ганса нет они просто попали в графу не за кого они не готовы сказать сейчас что они будут вновь голосовать нет это кстати вот вот тут можно перейти ко второму первый ваш вопрос почему натаниагу все еще оптимист почему-то нягу не вряд ли откажется от борьбы потому что номер потому что такой характер мы знаем что никогда сам с арены не уходит он сделал один раз девяносто девятом году урок который он выучил был очень простой что святое место пустое не бывает если уходишь даже на время будь готов к тому что твое место займут и он не собирается сходить с арены без борьбы не говоря уже о том что он хочет бороться за то чтобы его репутация скажем защитить свою репутацию хотя бы частично от обвинений в том что он единственный на ответственность за то что произошло седьмого октября теперь в чем он в чем корень его оптимизма он рассчитывает что по итогам войны и он ставит в том числе и на агрессивное оживление своих наиболее идеологически экстремистских противников после войны и все это вернет к нему тех избирателей липуда которые сегодня сидят на заборе как принято говорить и вот это если этот сценарий состоится и тогда он сможет станет вновь жизнеспособным кандидатом с точки зрения количества мандатов которые принесет ли буду тогда он предполагает что он сможет победить своих конкурентов на праймерис в ликуде если тогда же есть таковые появится алекс спасибо что были с нами за ваши комментарии на этом все напомню что моим собеседником сегодня был израильский политолог арик эльман всего доброго спасибо